Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Я очень рада встрече с вами, потому что сегодняшнее видео, да, оно снова будет о ситуации, которая сложилась уже во всем мире. Уже нельзя говорить, что сложилась только здесь, либо была где-то в другой стране. Это коснется всех так или иначе, даже те, кто не заболеет, те, кто не переболеет, те, кто будет иметь такую ситуацию, как наверняка будет у большинства, когда даже в семье никого не коснется коронавирус, все равно все почувствуют последствия того, что сейчас происходит в мире. И могу сказать, что третий день подряд нам дают положительную динамику. Да, нас предупреждают, что еще рано праздновать победу. Более того, внимание, пик ожидается к середине апреля. Где он произойдет, пока непонятно, потому что раньше ожидали его, скажем так, в той местности, которая была больше всего поражена. Но, тем не менее, сейчас статистика такова, правда, я пока еще не поняла. Это статистика по, скажем так, неприросту положительных тестов, положительных, получается, мазков, положительных результатов на мазок, на коронавирус, либо же это неприрост в плане смертей, пока еще не понятно. Но, тем не менее, нам уже официально два источника объявляют о том, что да, третий день мы имеем здесь, в Италии, положительную динамику. Я очень рада с этой новостью, точнее этой новостью с вами поделиться. Хочу также немного прокомментировать, потому что получаю комментарий к видео, которое я выпустила, как приготовиться к карантину, как подготовиться к карантину, что бы сделала я, если бы я знала. Что я хочу сказать по поводу того видео, где я сказала, что желательно зубы залечить, желательно к гинекологу отправиться, если есть такая возможность. Я хочу напомнить своим зрителям, кто, возможно, не смотрел мои предыдущие видео, что я как раз-таки в самом-самом начале, когда карантин уже был очень серьезный, когда Венето было одним из регионов, где больше всего было случаем. Напомню, что город, в котором случилась первая смерть от коронавируса, это город, который находится, наверное, в 20 минутах на машине туда ехать, то есть он очень-очень близко. Могу сказать, что период уже достаточно жесткого карантина, по крайней мере, для моего региона, мне случилось заболеть. Достаточно неприятно и серьезно. Я так давно не болела, я не могла сидеть, у меня была очень высокая температура, у меня была очень сильная боль в горле. Так вот, могу сказать, что я без труда, правда, это было 2 недели назад, но я на самом деле смею надеяться, хочу надеяться, что ситуация сейчас не изменилась. Я без труда записалась в тот же день, когда позвонила к медику своему. Меня бы приняли на следующий день, но я объяснила, что моя ситуация, что называется, не терпит. Мне дали телефон, телефон мобильный моего медика, я до него дозвонилась. Внимание, тоже с первого раза мы с ним спокойно поговорили, то есть не было никакой, скорее, 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 объясните мне, что с вами происходит, потому что я должен, условно говоря, бежать к другому пациенту. И в этот же день, я позвонила ему с утра, и в этот же день он меня принял, прописал мне антибиотики, соответственно, я говорю о том, что да, определенные новости, определенная картинка, которая транслируется, она может заставить очень многих зрителей, не только моего канала, подумать, боже мой, ну как они там вообще живут и существуют, потому что меня до сих пор спрашивают, Яна, вы в солярии загорали? Дорогие зрители, все закрыто, все на карантине, но поэтому я говорю, что эта ситуация сейчас касается каждого. Неважно, заболел ты либо нет, знаешь ты лично людей, которые больны, либо нет. Мне часто звучит вопрос в комментариях, которые раз на него отвечаю, я лично не знаю, не знаю людей, у которых родственники заболели, были коронапозитивными, но опять же, мы все должны понимать, что, возможно, это не та информация, которой ты пойдешь делиться в чат, либо вот буквально при встрече, а ты знаешь, у меня вот у родственника вот такая ситуация. Мы должны понимать, что это ситуация, в которой, возможно, люди делятся не очень охотно. Ну а теперь непосредственно по новостям. Супермаркеты. Идет большая полемика между тем, что стоит сделать с супермаркетами. Стоит ли сократить часы работы? Прежде всего, речь идет о воскресных часах работы, и, возможно, также о субботних часах работы. Стоит ли закрыть супермаркеты на эти дни, либо стоит хотя бы, как произошло в нашем регионе, сократить часы работы? Кто-то из представителей в правительстве говорит о том, что нужно, наоборот, увеличить часы работы в супермаркетах, никак не сокращать часы работы, уж тем более не закрывать, допустим, воскресные дни. Какие-то супермаркеты в воскресные дни здесь, в Италии, работают всего на один час меньше. Какие-то работают до обеда. Так вот, предлагается еще даже увеличить часы работы. Прежде всего, для того, чтобы, да, облегчить людям жизнь, чтобы они не тратили по два часа на то, что можно купить за 20 минут. Ну и также для того, чтобы исключить вот это скопление людей, которые прежде всего происходят, потому что есть очередь. Более того, сейчас мы выходим на дождливый сезон. И как будет происходить очередь? Возможно, она переместится в закрытое помещение. Возможно, действительно люди перестанут стоять в очереди, потому что будут ждать солнечные дни, чтобы под небом, что называется, постоять в очереди. Я не знаю, как все это будет происходить в ближайшее время, но вот такая полемика ведется. Но в эти выходные супермаркеты сократили количество часов работы, прежде всего я говорю о воскресенье. Вообще идет также некое, скажем так, некое, пытаются договориться между тем, кто имеет приоритет в отношении каких вопросов. Вот этот знаменитый рынок, который я вам показываю, он абсолютно легален. И несмотря на то, что декретом были запрещены рынки, да, есть определенная, скажем так, характеристика рынков, которая отвечает определенным характеристикам рынков. Возможно, это сложно понять, но в Италии это так. В Италии на самом деле очень многие вопросы в корне отличаются, точнее то, как они решаются, то, как они регулируются, в корне отличаются, по крайней мере, от России. И вот какие-то вещи на российский менталитет, так же, как то, что мы не рассчитываемся здесь карточками, с одной стороны нужна нам наличность, а с другой стороны, да, Евросоюз пытается сократить движение наличности, для того, чтобы все платежи можно было отследить. Так вот, я говорила о том, да, я забыла, о чем я говорила опять. Я говорила, да, о том, что на откуп определенные ситуации отданы непосредственно на места. И вот опять же, и ведется полемика, что на местах можно разрешать в противовес декрету, а что на самом деле должно регулироваться вот прямо-таки правительством и быть для всех одинаковым. Что также опять из новостей. Из новостей идет опять полемика, и нам, жителям, непонятно. С одной стороны, нас заверяют о том, что, по крайней мере, производственная деятельность возобновится 3 апреля. Мы сейчас находимся в карантине по последнему декрету до 3 апреля. Но, тем не менее, снова и снова из официальных же источников, от официальных лиц звучит позиция о том, так же, как что позиция именно от официальных лиц звучит, что 3 числа, по крайней мере, часть предприятий выйдут из карантина. Так вот, противовес выдвигает сомнение, что нет, по крайней мере, до июня мы должны оставаться в карантине. Как все это будет происходить, нам говорят, что это решится прямо-таки в последние дни, исходя, опять же, из динамики того, что будет происходить. И повторюсь, сейчас больше всего, ну не больше всего, точнее, одна из вещей, которых очень опасаются, это то, что на юге повторится то, что мы имели здесь, на севере. У нас увеличился штраф за нарушение карантина. Если раньше штраф составлял, если не ошибаюсь, 206 евро, меня все время поправляют. На самом деле, я очень не хочу предоставлять какую-то дезинформацию, но вот у меня на самом деле какая-то проблема, допустим, с цифрами. Для меня 206 и 260, это вот на мое восприятие, для моей памяти это одинаковые цифры, но думаю, что я не ошибаюсь, 206 евро составлял раньше штраф, помимо любой другой административной, либо уголовной ответственности, штраф непосредственно составлял 206 евро. Так вот, он увеличился до 4000 евро. Что могу я сказать по поводу бланка? Я уже говорила, что он изменился. Да, исключена теперь позиция, возврат на место своего проживания. На самом деле, для меня тоже не совсем понятно, если я человек, который, я не знаю, живет в другом регионе, а резиденцию у меня вот здесь, где я должна проживать, потому что резиденция в Италии, это очень важно. Ты получаешь всю корреспонденцию, все уведомления, если ты даже их не берешь на руки, не забираешь с почты, через определенное количество времени, если соблюдена процедура уведомительного письма, считается, что ты уведомен должным образом. Соответственно, людям действительно нужно вернуться на место своего проживания. Так вот, насколько я поняла, теперь в новом формуляре нет этой опции. Соответственно, мы находимся в условиях еще большего карантина, да, и еще больших штрафов за нарушение карантина. Послушайте, дорогие зрители, возможно, вам слышно, возможно, нет, но у нас очень сильный ветер. Такие ветра всегда у нас в марте. Я много раз рассказывала в прошлом году, что март – это сезон, когда, по крайней мере, наш регион, для того, чтобы отдохнуть, возможно, на термальных источниках, наверное, когда-то это снова станет актуальным для многих, кто приезжал непосредственно к нам в регион. Так вот, в март – это самый-самый неподходящий период, потому что в марте вот такие ветра просто невозможно выйти на улицы и рекомендовано находиться дома, потому что поднимаются очень мелкие частички пыли, тяжелые металлы также, которые происходят, выброс которых происходит, прежде всего, из выхлопных газов. Соответственно, рекомендовано вот в такие ветра оставаться дома по максимуму. И на самом деле, усиление ветра, а также ухудшение погоды, понижение температуры, которое предусмотрено здесь на севере, на севере оно крайне нежелательно, именно потому что мы имеем огромное количество госпиталей, которые разбиты, что называется, в поле, так называемые госпитали, которые сооружаются непосредственно в моменте, когда происходит ситуация, и нужно, и нужно, и можно только таким способом зачастую увеличить, прежде всего, количество необходимых мест для пациентов. Ну и последнее, что я хочу сказать, на что я как мама очень и очень надеюсь, вообще, на самом деле, я думаю, что для нашей семьи этот год, на самом деле, будет незабываемым в негативном плане, потому что все мои дети начали, точнее, у всех моих детей был очень важный в этом году учебный год, хотя, опять же, в той ситуации, которая сложилась, самое главное оставаться всем живыми и здоровыми. Но, тем не менее, могу сказать, что у Данечки первый год посещения сада, первый год адаптации, как и у многих детей, и вот такой перерыв, это очень неблагоприятно для маленьких детей. У Габрюшечки первый год начальной школы, и, конечно же, первый год – это база-база, которая закладывается, тем более мы пошли в школу, где преподавание на другом языке, соответственно, у нас, на самом деле, все очень сложно, но я думаю, что и у многих детей, которые также, как и Габри, находятся в такой же ситуации. И у Егора, у Егора в этом году класс последний, средняя школа, соответственно, он должен сдавать экзамены. Я очень надеюсь, потому что эта тема достаточно хорошо была освещена в СМИ, как в Голландии произойдет, а в Голландии решили, что экзаменов, которые проводятся так же, как проводятся здесь в Италии, что не будет этих экзаменов, и просто по, скажем так, оценкам, текущим оценкам ученик сможет перейти в следующий класс. Поэтому я очень надеюсь, что вот эта ситуация с экзаменами, помимо того, что нужно будет нагнать часы, которые были пропущены, еще сдать экзамены, я очень надеюсь, как мама, что именно экзамены их отменят, и, в общем-то, дети смогут спокойно перейти в старшие классы. Вот такая сводка на сегодняшний момент, но я думаю, что вы и так знаете, мировые новости и какие-то официальные данные, они освещаются достаточно хорошо. Нет смысла говорить мне об Индии, которая тоже находится в карантине, и нет смысла мне говорить об Олимпийских играх, я думаю, вы знаете об этом лучше, чем я. Единственное, скажу вам такой интересный факт, я, правда, не совсем тоже понимаю, это был, скажем так, сарказм с долей правды, либо это правда-правда. На Венету, регион, в котором я живу, было выделено 8 миллионов евро помощи, это была помощь гуманитарная, это была помощь, которую могли оказать граждане Италии своим же гражданам, прежде всего был организован сбор средств, это сделано достаточно просто, при помощи Paypal, перечисления, либо при помощи SMS, перечисления, и могу сказать, что 8 миллионов евро были собраны. Но наш губернатор сказал, что за последний месяц мы потратили, наш регион потратил больше, чем за последние десятилетия. Только представьте себе, какие цифры это могут быть. Желаю всем хороших новостей изо дня в день. Повторю, сейчас очень многие страны будут входить в более и более жесткий карантин, будьте к этому готовы, не бойтесь этого, потому что, в общем-то, не бойтесь этого, потому что самое главное, что эти ограничения, они, конечно же, временные. И будем также надеяться, что эти ограничения будут действительно краткосрочными. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.